Девочки, всем привет! Хочу еще раз вас поздравить с прошедшими всеми праздниками. Ну, всеми праздниками. Может, у кого-то был день рождения в марте. Хочу поздравить вас еще раз с 8 мартом, да, с прошедшим. От всей души вас поздравляю. Вот, сейчас я села завтракать, девочки, и я кайфую. Вот, серьезно, я кайфую. Все мои на работе, в садике, в школе. И я одна дома, и я получаю удовольствие. Эти три дня, что мой ребенок был младше дома, это ураган. Это ураган. Я думала, что, на самом деле, знаете, чем взрослее, тем получше будет. Но, на самом деле, это все не так. В принципе-то, очень все с ней легко, но все игрушки, все, что она находит, лаки, помады, все на себе, все на зеркалах, короче, все она рисует. Мама, дорогая, только вот не успеешь пойти загрузить стирку, да, там, пока рассортируешь, пока загрузишь, это там, ну, грубо говоря, там, минута, да. Вот, все, прихожу, зеркало все измазано. Катя, где ты это что нашла? Где-то она уже успела найти, где-то она уже заприметила. Ага, сейчас мама только отвернется, я это достану. И, короче, я прибежала сегодня домой. Давай бегом убирать, потому что это был хаос. Вот, ну, праздники прошли, встали мы в колею, все в школе, все в садиках. Ближайших праздников не предвидится, и, если честно, скажу, слава Богу. Слава Богу еще на то, что для меня праздники прошли вообще, честно, небесследно. Я очень-очень расстроилась, я вчера была очень расстроена, я стала на весы, поправилась благодаря моим праздникам, 8 марта, днем рождения моим, поправилась я на 2 килограмма, и для меня это, конечно, было шокирующе, для меня это было шок. И я вчера ходила, думала, ну, как же мне похудеть, как начать мне худеть? И это, наверное, в какой уже раз толчок на то, что я не хочу возвращаться в свое тело, которое было до этого, но я приближаюсь, поэтому сегодня я мозгу, мой мозг включился, и пока, пока на данный момент идет то направление, которое мне надо. Вчера делала девочки, вот я сейчас села завтракать, сейчас сколько уже, 10 минут десятого, я села завтракать, налила себе чашку кофе и делала себе рафаэлки. Вот, ну, я уже вчера их и поела, вот такие вот рафаэлочки, они, конечно, у меня большушки. Вообще, настолько обалденный рецепт, вот такая вот рафаэлка, смотрите, вот такая классная. Рецепт вообще простой. У меня, ну, до сих пор есть курага и чернослив, я их порезала, но не получилось так мелко порезать, они такие, знаете, крупняшки. Ну, вот такие вот, смотрите, вот даже выглядывают, курага и чернослив. И взяла творог. Творог у меня такой, знаете, был не сухой, а, ну, мокроватый. Вот, я добавила туда черносливку, рагу, ну, порезать, взяла творог и добавила немного кокоса. Все это перемешала. Сахара больше ничего я не добавляла. Если кто не любит, ну, как бы, если кому нужен сахар, да, можно добавить сахарозаменитель. И, короче, кружочками я замотала, обваляла я кокосом и вуаля, вот такой замечательный десерт Рафаэлла ПП. Это вообще мега вкусно. С чаем, с кофем, с водой даже будет вообще бомба. Ну, даже на перекус, мне кажется, вообще будет суперски. Так, девочки, какие, на какие, на какие, какие у меня сегодня планы? Вообще, планы у меня были такие, поехать в метро. Хочу поехать в метро и купить, я хочу, лоточки. Небольшие алюминиевые лоточки. Для чего? Сейчас расскажу. Мы на 8 марта были в гостях у моей тети. Девочки, вот если честно, смотрю на свою челку и я офигеваю. Вот офигеваю, какой день, как можно было так мне подстричь челку и как мне некрасиво с этой челкой. Мои родные смеялись с меня? Вообще жесть. Ну, короче, вообще, она, во-первых, кривая. Эти волосики лезут. Я вообще не знаю, как так можно было подстричь. Вот тут-то что-то вылезло. Красная, прыща какой-то. Красавица, блин. Ой, ужас. И смотрю на свою челку и я не могу смотреть на свое отражение с этой челкой. Ну, ладно, не суть. Так вот, были мы в гостях на 8 марта у моей тети. И что мне больше всего понравилось? Больше всего понравилось. Это она подавала в лоточках в алюминиевых крышечкой отдельно каждому персонально. Ну, это, ну, она приготовила рис с креветками и с красной рыбой. Это подала она персонально, да, каждому человеку. Мне так это понравилось. Я вот, вот я до сих пор была в восторге. До сих пор под впечатлением от этих лоточков. И мне уже писали, писали, хотят видеть на моем канале, ну, заготовка продуктов, да, там, на неделю, на три дня. И я решила это сделать, ну, сделать как бы заготовку на неделю по еду ПП, да. Ну, даже это будет не ПП, это нормальная, полноценная еда, да, но буду делать я под себя. Вот, и, знаете, когда видишь это воочию, да, блин, это получается очень круто. Это классно. Это ты загрузил в холодильник, ты подписал, что там лежит. И когда уже ты не думаешь, что тебе приготовят, ты взяла этот лоточек, подогрела, да. Блин, это клево, это полноценный у тебя уже обед. Вот, и это, это я хочу приобрести. Это я хочу купить, вот, и заняться. Завтра уже есть задумки, что я хочу приготовить. Вот, и завтра я хочу этим заняться, потому что сегодня времени у меня не будет, так как пока съездишь метро, мне нужно доехать до железки, с железки пересесть на другой маршрут, доехать до метро и также обратно. Потом зайти на рынок, купить хочу я рыбу. Вот, очень хочу я рыбу. И что, и домой, и надо дальше приготовить мне обед. Хотя у меня суп стоит, но еще хочу приготовить я мясной пирог. Вот, дальше, что еще? Сейчас я вам покажу, и меня, наверное, это поразило, поразило больше всего. Мой ребенок поздравил меня с 8 марта. Сейчас покажу, что он мне подарил. Подарил он мне оливковое масло. Девочки, вы представляете, я когда это увидела, я так, блин, я была в таком кайфе. Я, у нас было, наверное, у нас было оливковое масло в моей семье, наверное, лет 5, наверное, года 4 тому назад. Оно, у нас оно было, но оно мне как-то не очень вставило. А потом уже я думаю, блин, Оль, надо взять там салаты, ну, короче, оливковое масло приобрести. Девочки, ну, всегда жалко на что-то там, когда тебе что-то хочется, да, там эти 300 рублей. На какую-то фигню не жалко. А вот на вот такое дело всегда вот я смотрела даже по акции, жалко эти там 250-300 рублей, жалко денег. И когда последний раз были в метро, Макс увидел, что я стою около оливкового масла. Он говорит, мам, что ты сможешь? Я говорю, да вот хочу оливковое масло, но все, жалко денег. И мой ребенок 7 числа, Нортмам, я поехала за подарком, вот. И, короче, он купил ему Катюхе подарок и утром подарил мне оливковое масло. Это вообще крутяк. Вот, и я, короче, довольна. Я очень-очень этому довольна. А у нас, а у нас, девочки, видите, уже я наговорила на 8 минут. Я так за вами безумно заскучилась. Я 4 дня не брала вообще телефон в руки, я ничего не снимала. И поэтому мне хочется вам все рассказать, рассказать, рассказать. Столько эмоций. Вот. Но у нас сегодня дождь льет, огромнейший ливень. Вот. Детей сегодня я отвезла на такси, потому что по-другому никак. У нас, к сожалению, нет ни одного зонтика, ничего нет. Я уже с садика, со школы домой шла пешком, вся промокла. Куртка мокрая, кроссовки мокрые. Вот. Поэтому сейчас все равно я буду выезжать. Краситься не буду. Я только немножко оформлю свои бровишечки, накрашу губы и все. Потому что сильный дождь, зонта нету. И, ну, чтобы я не переживала, что потекла, тушь не потекла. Вот. Сейчас я покушаю своей Рафаэлки и буду выдвигаться. Потому что, ну, быстро нужно это все сделать. Так как у меня еще Максимка должен прийти с этого, со школы. Нужно его покормить. Вот. Еще нужно успеть приготовить пирог. В принципе, он там не тяжелый, но все равно время как бы, ну, нужно. Так что вот так, девочки. Такие вот новости. Блин, я так за вами заскучилась. Вот реально. Как будто меня не было, я не знаю сколько. И мне так хочется все вам бегом, бегом все рассказать. И хочется болтать, 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 болтать. Но уже, смотрю, уже у меня 10 минут уже. И думаю, блин, выйдет опять влог длинный. И вот. Короче, вот. Буду я сейчас собираться и буду выезжать. Поедем мы с вами в метро. Я приехала к метро. Губы. Ах, какие. Короче, я вся мокрая. Челка мокрая. Сейчас немножко подсохла в автобусе, когда ехала. И автобус остановился. И я бегом дры-дры-дры-дры. И маршрутку. Доехала я до метро, но куртка вся мокрая. Прям. Прям. Прям-прям. Без зонтика. Конечно, это жесть. Ну и все. Самое главное, доехала. И самое главное, мне найти эти лотки. И самое главное, мне потом вернуться обратно. Потому что я даже не знаю, как отсюда я уеду. Потому что всегда я на машине с Русланом приезжала. Ну ладно, как-нибудь уедем. Девочки, я попала в рай. Я попала в рай. И я, конечно, не знаю, куда мне идти, где смотреть эти лоточки. Но меня никто не дергает. И я попала в такой рай. Ура, 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 ура. Так, ладно, поехали искать эти лоточки. Девочки, смотрите, какое я блюдо нашла. Всего лишь 100 рублей 99. Вот такая штука классная. Вот, допустим, что-то нарезать, выложить. Вообще прикольно. Но я хочу такого плана белого. Если... Ну, сейчас еще похожу, подумаю по поводу вот этого блюда. Я давно искала что-то такое вот длинное, да, чтобы красиво так выложить. И вот цена 99. Ну, короче, 99 рублей. Недорого. Вот, красивая тарелка. 600 рублей. Мама дорогая. Ой, вообще обалденно. Пицца. Вот такие вот тарелки. Смотрите, какие классные. Бомбяшки. А вон черные. Цены, конечно, да. Но очень. Спасибо. Прикольнула мне вот эта тарелка. А еще смотрите, какие тарелки есть. Сейчас. Вот, классные. Одна тарелка стоит 200 рублей. Прикольная. А вот такие вот глубокие 169. А маленькие по 129. Блин, какая тут классная, красивая посуда. Еще вот. Ну, это нет. Это тоже прикольная. Смотрите, класс. Хотела показать. Музыка играет. Боюсь, что ноги тут не пропустят. Доски такие эти. Ну, короче, доски 230. А фикс прайс по 99 рублей. Представляете, разница какая. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. какао. Мне надо кокосом. Закончился кокос. И стратила все на этот, как его, на свои Рафаэлки. Надо мне еще найти здесь кокос. Музыка. Зачем играет музыка вообще-то? Так. У нас вот она, стружка кокосовая. Ой, стружка кокосовая. 100... Сколько? 109 рублей. Вот она. Возьму вот себе кокосовую стружку. Она мне нужна. Так. Еще мечтаю вот купить вот такие вот штуки. Это у нас что? Это у нас топпинг. Всякие шоколадные. Шоколадные. Ну, короче, со всякими ягодами. Цена, конечно, тоже супер. Но, в принципе, я одну купил. Ее надолго хватает. Надо как-нибудь разориться. Но не сегодня. Есть даже чипсы креветочные. Я такие не видела. Цена хоть 70 рублей. В принципе, недорого. Такие креветочные чипсы. Но мне ничего не нравится с добавкой креветок. Но очень, кстати, интересно. Вот это всякое. Вот это японское, китайское, или как-то корейское. Здесь такая вкусняшечка. Я, наконец-то, приехала домой. Красотка Сьюзи. Блин, девочки, она мне вымораживает, вымораживает эта челка, еще эта прыщара. Ладно, не суть. Короче, приехала домой. Что вы думаете? Я только зашла в ворота, и дождь прекратился. Вот, съездила я, короче, в метро. Я не скажу, что мне там что-то понравилось, и мне хотело что-то взять. Нет, ценные, бешеные, дорогие цены. Я так взяла то, что, ну, по необходимости. И заехала на рынок, купила рыбу. Ну, сейчас я вам покажу, что я купила. Вот. Ну, и цены. Естественно, цены. Так. И что? И что? Я сейчас пришла. Я утром еще себе заделала кефир с чия, чия немножко распарился, растворился, разошелся. И сейчас я приехала, его пью. Вот. И бегом буду сейчас сделать уже пол первого у нас. И бегом буду делать сейчас я пирог. Мясной пирог надо уже делать, потому что Максимушка сейчас придет. Я вообще в шоке. Так, ладненько. Давайте я вам покажу, что я купила. Так. Купила я, значит, в метро вот такую вот бумагу для выпечки с силиконовым покрытием. Она вот такая вот, видите, большая. То, что мне нужно, моя уже закончилась. Здесь аж 30 метров на 38 сантиметров. И стоит она 130 рублей. Так. Алюминиевая фольга у меня тоже закончилась. Дорогую я не стала брать. И мне, если честно, стало жалко денег. Так. Она стоит 32 рубля. Так. Вот я купила формы алюминиевой с крышкой. Здесь 50 штук. Что мне вот, что хорошо, ты можешь это заделать. Ну, короче, да. Крышка прикрыл, написал, что здесь лежит. И для заморозки и разогрева, и для выпекания в духовой шкафу. Так что можно даже спокойно, я так, ну, в микроволновке, да, приготовил, в микроволновку закинул. Блин, вообще клёво. Они стоили 400, 400, 400, грубо говоря, там 420 рублей. Вот такие. Мне кажется, недорого, 50 штук. Это нормально. Так. Творог в железке я взяла, ну, короче, уже на рынке килограмм творога за 150 рублей 5% жирности. Метра взяла вот такие вот йогурты. Здесь 8 штук. Они по 16 рублей. Яйца по 62 рубля. Два десятка взяла. Хлеб взяла, батон. Потом мальчишкам своим взяла вот такой вот колбасный сыр. Не знаю цену. Потом я взяла петрушка, укроп, укроп всегда путаю. Огурцы, вот такие вот маленькие огурчики. Что такие они, вяленькие? По 120 рублей. Ну, ладно. Так. Девчонки, взяла себе терку. Не удержалась. Я взяла себе вот такую вот терку. Почему? Потому что фикс прайсовская терка. Сейчас вам покажу. Сейчас я ту выкинула и взяла новую. Смотрите. Она, короче, вот видите, что делает. В принципе, тереть можно, но это уже не камильфом. И я взяла себе терку. По идее, она должна стоить 250 рублей. Сейчас посмотрим, сколько она стоит. Да, она стоит 220 рублей. Вообще, ну, блин, мне кажется, классная. Надеюсь, будет прочная. Так, что дальше я купила? Купила себе 90 рублей, там, 88, кокосовая стружка. Она мне нужна. Так, потом две лимонной кислоты, сахарную пудру, масло белорусское за 120 рублей. Потом взяла, у меня закончился бреф для туалета, был по акции 109 рублей. 76 биобаланс кефир, это в метро брала я. 80 с копейками я взяла своим мальчишкам оливки с креветкой, они любят сегодня на ужин. И себе взяла, как раз размораживать не буду, хек, 4 штуки, килограмм у нас 220 рублей. И взяла вот такой фарш трески по 190 рублей. Девочки, смотрите, какой у меня пирог получился. Вообще бомба. Кусняшка, кусняшка. Пирог получился на самом деле обалденнейший, обалденный из-за обалденнейших. Как я его делала, будет рецепт на моем кулинарном канале. Если кто еще не подписан на мой кулинарный канал, в описании будет ссылка на мой канал. Переходите, смотрите. Рецепт будет завтра. Вот. Ну, завтра-послезавтра, наверное. Вот. Ну, в принципе, все. Максимушка мой идет домой. Сейчас я подогрею сумму. Сейчас он поест пирог. Короче, все. Красота. Еще, конечно, я волнуюсь. Я очень волнуюсь, как завтра будет моя заготовка. Есть планы, что я буду готовить. Но все равно я волнуюсь. Первый раз я это буду делать. И надеюсь, у меня все-все получится. А что я буду делать? И если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить это видео. Так что, милости прошу к нашему шалашу. Ну, на сегодня мы будем с вами прощаться. Всем пока-пока. Увидимся с вами в следующем блоге. Всем пока. Ну, челка-трындец. Я на себя смотрю и улыбаюсь. И ладно, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok.